Привет народ, с вами Алекс и мы продолжаем играть в Евротрак Симулятор 2 и бороздить просторы России. Итак, что у нас сегодня будет? Мы сейчас забираем новый груз. Боже, почему-то громко я чуть не оглох. Итак, прямые перевозки. У нас сегодня будет груз, который считается типа не габаритом, потому что у меня было предупреждение о том, что моя тачка скорее всего слабенькая для этого груза, но нас это не пугает. 61 тонна локомотив на наш убитый Вольво. Не знаю, что из этого получится. Надеюсь, он сможет потянуть слабенький Вольво. Я не знаю, сколько у нас там, 350 лошадей, да, или сколько? Можем посмотреть, как-то нет. А, 460 лошадей у нас. И мы сейчас будем тянуть, черт возьми, 60 тонн. Это дохренища. Это для этого грузовика дохрена. Но мы постараемся. Берем груз. Где мы вообще находимся? Мы находимся в горячем ключе и будем ехать в... Невиномыск? Невиномыс. Короче. Продолжить. Так, а что у нас тут? Тяжелой перевозки. Это типа то, что у нас не подходит? Крутящего не хватает? Или что? А, это то, что подходит. Да насрать, потянем. Для нас-то детский вес. Подумаешь, 60 тонн. И не такое видел я. Вот это вот меня уже не радует. Так. Давайте забирать наш грузик. Нифига какой резкий. Ох, да? Вот это дурь. Так, окей. Фонаричек наш включаем. И погнали потихонечку. Не знаю, довезем мы, не довезем. Дворнички, по-моему, нужно быстрее ставить. Ливень льет уже. Фиг знает сколько дней у нас. Никак не остановится. Слушайте, он его тянет. Будто здесь вес килограмм 200. Вообще ему пофигу. Ну, понятное дело, что на горку он, скорее всего, не вытянет, если нужно будет это. Но так просто ехать. Да вообще расплюнуть. Как у нас будет идти маршрут? Мы на Адыгейске сворачиваем. Как раз в Адыгей заедем. Дальше. Белореченск. Боже. Потом Майкоп. И потом возле Черкесска. Короче, куда-то сюда. В принципе, маршрут у нас не близкий. 322 километра. Но, судя по всему, по одним магистралям. Поэтому, по идее, ничего сложного быть не должно. Мы везде проскочим. А, попрошаечка стоит. Приветик, дорогой. Так, мы едем. О, нифига себе. Слушайте, у меня ось начала передняя поворачиваться у прицепа. У меня просто никогда не поворачивалась в игре. Прикол. Ладно, летим. Кстати, а какое время у нас вообще? 5 утра. А, знаешь, сейчас будет светлеть уже. Ну, отлично. Дождь, конечно, подзадолбал. Надеюсь, он скоро закончится. Потому что сейчас он меня ни черта не радует. И по карте у нас есть СТОшечка. Кстати, та, на которой мы когда-то ремонтировались. И я предлагаю, наверное, на нее заехать. Денег хоть у нас не так уж и много, но ремонтироваться нужно. Потому что мало ли, что мы тут вычудим. Плюс нам нужен хороший ход. Для этого нам не хватает целостности нашего чудесного грузовика. Может, мы даже сможем тюнингануть что-то? Давайте посмотрим. Так, сервис в первую очередь. Ремонт. Есть. У нас денег минус 20 косарей. Магазин апгрейдов. Кабина. Не меняется. Шасси. Нет. И в чем прикол? А, при более низких оборотах у нас все это есть. И в чем разница в цене? Итого 5 тысяч. Итого 5 тысяч. А по факту ничего не меняется. Но подхват здесь с более низких оборотов. Но особой разницы мы не заметим. Короче, хрен с ним. Так едем, да? Деньги будем экономить. Мы уже в минус 20 штук залезли. Так, мне нужно как-то отсюда выскочить. Чтобы не было встречки. Слушайте, по-моему, на отремонтированном грузовике ехать тяжелее. Ему реально сейчас тяжело чувствуется прям. У нас груз вот именно по размерам не такой уж и большой. А вот по весу, да. Да и по ширине. А, нет, по ширине такой же. Думал, по ширине еще больше. Ладно, летим. У нас полбака. Запас хода 1000. А, нет. Это мы, походу, проехали. Снова я тут облажался. Какой запас хода? Ну-ка. 705 километров, судя по всему. Мы сейчас проверим. Да, 705 километров. А, проехали. Стоп, а что снизу? А, литров. 705 литров. То есть на 1500 км у нас хватает топлива сейчас. О-о-о. Опачки. Да не, прет ему пофигу. Ну, скорость, конечно, падает. Обороты падают, но он ползет. Для него эта горочка мелкая. Значит, так, обратно переключаюсь я на скорость. Нихрена себе 87 литров. Ну, конечно, от такого груза у нас расход будет просто космический. Мы от этого никуда не денемся. Нужно с этим просто смириться. И ехать дальше. Боже, погода просто ужас. Ливень. Так, нам куда-то тут направо нужно съезжать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Есть контакт. Сарянчик. Сарямба. Целая хоть? Целая, отлично. Так, по-моему, сейчас еще раз зацепился. F5, F3, F3. О, чувствуется тяжело. Надрывается движок, но нормально. Ползет все же. Все же ползет. Я представляю, какой там сейчас расход у нас был. На таких оборотах. Но мы едем. Мы не сдаемся. Походу, задом прицепа зацепились за отбойник. Судя по тому, как нас качнуло жестко. Так, я думал, что здесь широкая какая-то магистраль у нас будет. А здесь обычная трасса. Сколько нам уже километров? 300 осталось. О, слушайте, так мы 30 километров проехали. Нормально. А время, до скольки мы должны приехать? 4... Ой... 8,27. 8,27. 8,27. А сейчас 5,56. Хотя нет, 8,27 это промежуточное время. То есть, можно открыть еще раз и посмотреть. 15,07. Это края. 15,07 края. В принципе, в эти края мы можем легко вписаться. Можно перемотать часика 3. Сейчас сколько? 6. Поставить 9. Давайте тормознем на секунду. Может дождь закончится. Так. G. Set. Time. О! Шикарно! Вот она! Шикарная погода. В России. Вот реально сразу стало веселее. Согласны? Дождь-то тоже прикольная. Но, блин. Когда он идет вторую серию подряд. Грустненько становится. Так, а здесь дорога хреновая. Ладно, давайте разгоняться. Нам главное не терять скорость. Потому что, блин, разгон у нас очень тяжелый. Даже турбина толком нормально не может раскрутиться. Видели, да? Какой там провал у нас был. Мы просто, я не знаю, разгоняемся. Вот реально как поезд. Который мы везем. 50 км в час. Но мне кажется, если раскачегарить, мы уже не остановимся. Потому что 60 тонн за спиной. Попробую остановить еще. Ой. Сорян, народ. Сорян бы. Тихо. Я же телефон засмотрелся. Чуть не врезался. Летим. Летим изо всех сил. Так, 63 км в час. Слушайте, реально нужно кочегарить изо всех сил. Зря я останавливался два раза. Но, конечно, ремонт нужен был. Время нужно было, наверное, сразу перемотать. Потому что сейчас ползем реально 60 км в час. Как хорошо, что у нас по дороге будет очень мало... Поворотов. Но он скоро уже один будет. Нужно его проходить на максимальной скорости. Чтобы не потерять ее. Потому что это будет задница полная. Ну, начинается сообщение. Теперь вайбер. Потому что не дозвонились. Я сбросил. Без видео никто не звонил. Никому я не нужен был. Только видео начинается. Сразу начинаются звонки. Это просто вот карма такая. Эй. Так. На горку нам не нужно. Потому что скорость падает. Ну и хрена ты фары включил. Я на ближнем еду. Мудень ты. Я вообще-то с негабаритом ползу. Тут нужно включать. Ближний. Он моргает мне. Зараза сраный. Зараза сраный. Вот это я придумал. О. Практически 90 видим. Слушайте. У нас такое ощущение. Будто мы с ограничителем. Да? Разогнаться не может толком. Сейчас вот. Будет снова маленькая горочка. И все. Будем снова ползти. А тут мостик какой-то. Ограничение. Но я естественно тормозить не буду. У нас скорость на вес золота. Река белая. Тут видимо Саша белый в реке купался. И снова 90. Так. Указатель какой-то. Бже бжу 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 бжу. Что-то непонятное было написано. Я ни черта не понял. Но видимо так и должно быть. По деревухе по какой-то тут. Лупим. Изо всех сил просто. Бже духа бль. Боже. Пьяный кто-то назвал. Блин. 98 разогнались. Нужно тормаживаться. А тормозит то плохо. Блин. Перебрал с тормозами. Нужно было. Меньше тормозить. Мы бы сюда наверное километров на 70 вписались бы. Ну да ладно. Снова ограничение 90. Но нам нужно заново разгоняться. Короче. Если были сплошные горки. Мы бы просто умерли. А по прямику. В принципе легко ехать. Единственное что разгон. Слабенький. Давай топи потихонечку. Вольво. 64. 65. Просто очень медленный километраж растет. О. Начинается. Так. А где у нас следующий поворот? А. Слушайте. Так. Ну тут в принципе можно лететь. Ехать так немало. Где-то в полтора раза больше чем мы проехали. По этому участку от Адыгейска. Да. И там будет еще один поворот. И по идее он будет последний. Белореченск. Или Белореченск. Белая река наверное какая-нибудь тут. 0,5 км. Там нифига нет. О. 80 едем. Шикарно. А что у нас по пробегу уже? Осталось 179 км. Слушайте. Так мы практически пол пути проехали. Офигеть. Я думал мы тут километров 100 проехали всего. Так. Указатели снова. Майкоп. Прямо. Окей. Едем прямо значит. Тут уже такое. Да. Вот похоже на 100% на ЕТС. Обычно. Ну на обычную карту. Но вот эти вот равнины огромные. Что в долине черта нет. Вот это похоже все таки на ту же Россию. Ну же стандартные карты ЕТС. Там все наставлено. Что-то растет и так далее. Но хотя у нас деревья потихонечку прогружаются. Я не знаю. Чего они не могут сразу прогрузиться вся карта. Или у меня комп не вытащит это все дело. Майкоп. Мы заехали в город. Добро пожаловать. Летим как всегда на красный. Сюда сейчас скорее всего тоже на красный заедем. Ну да. На красную волну попали. И тот светофор у нас будет зеленый. Наверное. Нет. Нифига там все проносятся. Нормально. Думал сейчас будет очень близко. И снова красный. Надеюсь никого нет. Вроде бы никого. Рыночек придорожный. И город у нас заканчивается. Пролетели. На одном дыхании. Подсолнухи снова. Какой-то трактор валит. Опа. Что это будет горочка или спуск? А. Это то что у нас по карте этот изгиб. Да? Да. В принципе ничего страшного здесь нет. Главное придерживаться максимальной скорости. Конечно вот эта вот кривая дорога. Нам ничего хорошего не дает. Потому что из-за нее наш грузовик начинает замедляться. Ого. Грунтовка вообще кусочек. Прикол. Блин. 75 км в час было. Охренеть. Вот эта скорость упала. Так. Ну автобус нужно обгонять. Получится не получится. Как раз. Пунктир начался. Ни черта не видно там. Но. Хотя сквозь автобус вроде бы видно. Что там ничего нет. Наверное объехали. Да. Отлично. Так. Ну что. Снова разгон. Снова разгон. Блин. Трава здесь прикольная. Мне нравится. По трассе тогда. Валим. Главное сейчас встречку не словить. Как я умею. И люблю это делать. Ну что. Тут фуру рассматриваю. Так. Снова хреновая дорога. Сейчас будем прыгать. Нет. Только текстурка. Блин. У меня уже палец болит. Сжать на газ. Столько. Слушайте. А может у нас встроенное ограничение. Почему. А хотя нет. Мы ехали больше 90. 98. Там почти 100 вроде бы ехали. Так. Комбайн лучше объехать. О. Спуск. Ура. Хоть что-то. Начинаем разгоняться. Соточка. Понеслась. Вон еще спуски. Там судя по всему вижу указатели. И там наверное будет у нас поворот направо. Охренеть. Скорость какая шикарная сегодня. Даже не порысачиваешь. Не порысачиваешь особо. Точно направо. Я угадал. Так. Что здесь можно проскочить нормально. Охренеть. 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 Сильнее. А у нас там оказалось что. Ничего и нет толком. О. Блин. Топим. 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 О. Блин. Обочина. Обочина шикарная у нас для обгона сегодня. Давно не было обочины у нас. Ремонт дороги идет тут. Блин. С этими ремонтами дороги. Ужас просто. А как мне обратно? Сейчас снова придется тормозить. И отсюда мне кажется угол будет посильнее. Хотя нет нормально. Но блин. Мы едем 55 км в час. И горка. Мост. Черт. Как же мне не везет. Так. А по расстоянию. Я так понимаю что. А да. Вон уже город наш. В принципе мы приехали можно сказать. Осталось совсем чуть. Прям рукой подать. Но ничего. Мы сейчас на мостик замедляемся. Мы сейчас по нему немножечко так разгонимся. Буквально парками в час. И со спуска начнем топить на все бабки. Вот так. А кредит наверное. Наверное кредит. Думаю что за хрень. Что за звуки. И сколько у нас денег? Минус 23 косаря. Понятно. 3 700 с меня сняли. Походу. Ограничение 80. Да я 40 с трудом еду. А вот тут сейчас начнем ехать нормально. Давай. Хорошо что спуск затяжной. Сейчас наверное километров 90. Может разгоним. Или 80. Ну 80 будет. Ну хоть сколько то. Ровно 80. Не 81. Так. Копы здесь. Мы не тормозим. ДПС. Все дела. Камеры стоят. Все плетутся 40. Но мы летим на все бабки. Нам нужно успеть. И не тормозить. Главное что теперь сейчас никто ни о какой странный маневр не выкинул. То есть если мы фуру убьем. То будет нам капец. Потому что нужны деньги. Мы вроде бы зарабатываем 10 тысяч с этого евриков. Как у нас хоть называется. Да локомотив. В принципе я правильно все сказал. И дохода 10 с половиной тысяч евро. Шикарно. Так. Снова куча указателей. Но нам нужно прямо. Махачкала. Прямо. Летим. 93 км в час. Блин как же это медленно. Хочу лететь 160. Нужно грузовик прокачивать. Хотя там нечего прокачивать. Нам нужно левел прокачать. Чтобы грузовик можно было прокачать. Конечно. Можно было бы давно уже денег насобирать. Я бы нанял бы водителей. Они бы уже мне столько бабок накосили бы. Мне бы их уже некуда было бы девать. Но я никого не нанимаю. Блин здесь вообще такие пустоты. Ни черта нет. О. Прорисовалась. Игра прям как знала. Чего я хочу. 97. Просто скорость встала и все. О боже. Газ отпустил. Нажал. Нас что-то подкинуло. И стало 98. Здесь что за куст посреди дороги. Меня это пугает. Кусты всякие. Ну а сейчас начнется маневр. Не пропускает. Шикарно. Нифига притормозил. Вы обнаружили офис кадрового агентства. Если вы сможете без труда нанять водилу. Я так понимаю. Так. Нам налево. Не доехал. Так. Ну-ка вырубись. Поворотник. Так. Пам. 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 Принять. Да. Поворачивают. Все колеса поворачивают. В обычном ЕТСе у меня почему-то они не работали. Что я прям в ящики должен заехать. Ну блин. Ну это не серьезно. Да что за хрень. То дерево торчит. То ящики стоят. А если бы у меня фура была длиннее. Или полуприцеп длиннее был бы. То что б я делал. Я не знаю. 160 литров топлива потратили на 323 километра. Это 2 литра на километра. Ой. 1 литр на 2 километра. Офигеть. И у нас идеальный 4 левел судя по всему. Да? Нет. Не хватило. Хотя доступно что-то новенькое. Понятно. Козырьки. А у нас что? У нас. У нас Вольво. Ничего особенного. Народ. На этом мы закончим нашу серию. Надеюсь вам понравилось. Не забывайте подписываться на мой канал. Все ссылочки есть в описании под роликом. Ну а с вами был Алекс. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok